Это двухэтажное здание. Детский садик номер 182 в жилмассиве Кокджар. Снаружи, да и внутри все необходимые условия созданы. Да и столовая обеспечена современной техникой. Однако проблемы все же есть. Некачественное питание детей. Эти фотографии были сделаны две недели назад. И как сами видите, в ведре и в кастрюле непонятное месиво, где нет ни мяса, ни овощей. До нового года у них дней 15, по-моему, вообще мяса не было. Такая же история. А до этого у них питание нормально было. Более-менее нормально соответствовало, так скажем. А в последнее время, как вы видите, вообще плохо. У них сахара нет. Дети просто чай пьют без сахара, без ничего, без каши. Я не знаю, как и кашу. Конечно, они не кушают. Приходят в садик, они голодные. Питание просто ужасное. Ни мяса, ни овощей. Дети приходят домой голодными. Хотя они здесь четыре раза в день едят. Вы там посмотрите склад, где хранятся овощи. Там одна гнилая картошка лежит. Мы ежемесячно платим по 600 сомов, чтобы наши дети кушали нормальную сытную еду. Но так же нельзя. В первую очередь мы решили проверить склад, где хранятся овощи. Но гнилых продуктов, как нам говорили ранее, мы не увидели. Возможно, их уже успели вынести. Однако, кроме картошки и лука, здесь других овощей нет. Но руководители сразу же начали оправдываться, что сейчас им должны привезти другие виды овощей. Хотя мы и не спрашивали. Родители обращались по поводу питания детей к заведующей данного детского сада. Однако, последнее проигнорировала. Здесь есть финансовые махинации. Потому что, кроме питания, мы сдаем еще в родительский фонд по 700 сомов. Однако, мы так и не поняли, куда эти деньги уходили. Когда мы спрашивали, она говорила, делайте, что хотите. У меня есть влиятельные знакомые. Мы обращались в генпрокуратуру, в УВД. Но результата нет. После того, как фотографии с подозрительными блюдами стали бурно обсуждаться в социальных сетях, госанепиднадзор Бишкека провел проверку. По итогам стало понятно, что в еде отсутствовало мясо, сливочное масло. В рационе включали салаты, овощные блюда и кисломолочные продукты с апреля месяца. В этот же день были составлены протоколы, а спустя неделю заведующая была уволена. В связи с этим мы постоянно сейчас контролируем данный сад. Проводим все перечень продуктов, имеется или не имеется. Вот это все постоянно проверяем. В данное время исполняет обязанности другой человек, а директор уволен. Естественно, после составления двух протоколов об административном правонарушении питание в садике значительно улучшилось. Холодильник заполнен мясом и молочными продуктами. Как говорят исполняющие обязанности заведующие, у них никогда не возникало проблем с едой. А в тот день это чистая случайность. С 16 апреля я замещаю заведующую. Как вы сегодня видели, у нас все нормы соблюдены, необходимые продукты есть. И раньше было так. В тот день, когда была проверка, просто мясо закончилось. Но мы его заменили фасолью. Родители сами приходят, контролируют то, что едят их дети. Я не понимаю, на что они жалуются. Напомним, что в Бишкеке имеется 80 детских садов. Из них порядка 30 получили предупреждение от госанепиднадзора из-за несоблюдения санитарных норм и других нарушений.